Это программа «День с толком». Я приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. ЧП на Зминогорском тракте. КамАЗ сбил троих пешеходов. Вдвое погибли. Ни аварийный сносу не подлежал после обрушения потолка в одном из домов Новоалтайска. Соседи боятся из-за своей квартиры. Вопреки статистике, бурнаульская пенсионерка в 95 победила коронавирус. Два человека погибли сегодня в ДТП на Зминогорском тракте. Страшные кадры с места происшествия попали в сеть. Некоторые из них мы не можем показывать. По понятным причинам на них видны раскиданные фрагменты тел. Как нам сообщили в ГИБДД, трагедия произошла на Зминогорском тракте 91Ж. Водитель 88 года рождения, управляя КамАЗом, сбил трех человек. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, который не регулируется. Двое пешеходов скончались на месте. Еще один получил травмы, его увезли в больницу. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка. В квартире одного из домов Новоалтайска рухнул потолок. По документам дом не был признан аварийным и сносу не подлежал. Однако угроза обрушения теперь и над другими квартирами здания. Анастасия Наборщикова с подробностями. Мать троих детей Наталья Ширина сегодня осталась без крыши над головой. Сын услышал, как что-то сыплется и с криками прибежал на кухню. Мы просто находились на кухне и просто произошел такой сильный грохот, что ни с чем было не сравнимо. Даже соседи прибежали. Потому что это страшно. Это просто страшно. А сейчас какое положение? Состояние тяжелое. Я никому не пожелаю таких проблем и такое горе. Где же вы будете? Не знаю. Жить семья останется здесь. Соответствующие органы уже побывали на месте ЧП. Одинокому маме специалисты сказали прямо. Починим и поставим балку. Правда, подпору придется ставить в каждой из 13 квартир. Обвала крыши со дня на день ждут и соседи. Что вы планируете делать? Выехать отсюда? Да, нам некуда выезжать. Не боитесь? Реально же осыпается. Ну а что сделаешь? План действия определяют на собрание с муниципалитетом. По крайней мере, так нам сказали в управляющей компании. Но жильцы уверены, их дом, построенный в 58-м году прошлого века, давно пора сносить. В 2004 году он уже был изношен на 40%. Вот балки крыши, которые сегодня разлетелись в щепки. Попасть сюда может сейчас абсолютно каждый. Несмотря на то, что были сотрудники полиции, были сотрудники МЧС, эта комната до сих пор не опечатана. Во-первых, надо рассматривать, какие были накопления на капитальный ремонт на этот дом. То есть для этого есть фонд капитального ремонта, с которым необходимо также управляющей компанией более плотно работать. Речь идет о ежемесячных взносах. Сегодня у жильцов этого дома на счете более 250 тысяч рублей. Сумма небольшая. Я сегодня был там с проектировщиком. То есть говорить о том, что дом аварийный и полностью сносить, то есть нецелесообразно, ибо стены там стоят. Значит, там проблема с перекрытием, с крышей. А пока многодетная мама не знает, что делать. На новое жилье у Натальи средств нет. Да и соседи уже вздыхают, предвкушая затраты. Если на этой неделе пойдет дождь, то окажутся залиты все 13 квартир. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Более 8 тысяч барнаульцев на сутки остались без горячей воды. С 9 утра сегодняшнего дня сибирская генерирующая компания проводит плановую реконструкцию теплосети. Под отключение попали школа, детские сады, 28 жилых домов на Попанинцев, Партизанской, Ядринцево и Красноармейском. Вернут горячую воду уже завтра в 9 утра. К другим темам. В противовес мифам об умирающей русской провинции, село Зудилово продолжает развиваться. Ежегодно здесь строят новые объекты инфраструктуры и модернизируют старые. Однако сейчас село столкнулось с проблемой. Для реконструкции единственного дома культуры не хватает средств. А попасть в госпрограмму практически невозможно. Подробнее в нашем сюжете. Две спортивные площадки, общественное пространство и детская игровая территория. Эти проекты были реализованы в селе Зудилово лишь за прошлый год. Ранее здесь был построен детский сад и установлено уличное освещение. Сейчас идет ремонт школы, меняют окна и кровлю. В ближайших планах обновить дорогу близ учебного заведения, по которой ходит рейсовый автобус. Длина участка более километра. Старт работе над селом дала инициативная группа, которая поставила перед собой четкую и важную цель – побеждать во всех возможных тендерах. В 2019 году Российский союз сельской молодежи проводили конкурс и заявилось много команд по России. И наша команда, она практически в десятку лидеров попала в Российской Федерации. Мы трижды ездили в Москву, то есть Российский союз сельской молодежи проводили обучение. В ходе обучения инициаторы перемен перенимали опыт специалистов и коллег из других регионов. Эти знания стали ключевыми при работе над многими проектами. Но сейчас перед командой развития стоит новая задача – селу необходим капитальный ремонт Дома культуры. Здание было построено почти 60 лет назад, но так и не дождалось полноценного обновления. Здесь до сих пор старые деревянные окна, не утеплен чердак, есть проблемы с фундаментом. В совокупности это приводит к тому, что зимой температура внутри помещения не превышает 10 градусов. Очень много родителей звонят в Дом культуры, спрашивают, какие у нас есть кружки, секции. Но у нас еще дополнительная проблема существует, что не только родители не ведут детей в холодное помещение, но также и специалисты к нам не едут, потому что очень трудно молодого специалиста заманить в это здание. Поэтому мы работаем на энтузиазме, можно сказать. Но одного энтузиазма, говорит девушка, уже недостаточно, поэтому было принято решение о реконструкции. На создание проектно-сметной документации необходимо 3 миллиона рублей. Таких денег в селе нет. Еще одна проблема – сельский, а не районный статус Дома культуры, что ограничивает участие в федеральных и краевых программах. Такие нюансы мешают развитию не только Зудилова, но и тысячам других сел. Это стало причиной обращения местных жителей к представителям власти. Здесь важно обратить внимание, что и жители, и глава Зудилова просят не только за свой Дом культуры, а еще и просят изменить условия участия в программах развития для всех сел. Это очень важно, потому что это поиск, по сути, системного решения. Обязательно будем помогать и обязательно буду обсуждать эту тему с губернатором. Для реализации инициативы необходимо направить ее сначала в Совет Федерации, а уже потом в правительство страны. Только так можно изменить ситуацию в масштабе регионов. Сейчас же программа «Комплексное развитие сельских территорий» требует от местного бюджета не менее 30% собственных средств. 30% софинансирования сельские советы, они просто не могут потянуть. Ну и многие районные бюджеты, потому что, к сожалению, ситуация на сегодняшний день такова, что бюджеты районов, они зачастую не сбалансированы. Для масштабных изменений необходима полная переработка программы, дополнительные расчеты и пересмотр бюджета. Это сложная совместная работа для всех ветвей уровней власти. Системные проблемы требуют системного решения. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Смогла победить коронавирус в 95 лет. Жительница Барнаула Мария Холодкова – одна из самых возрастных пациентов, которого удалось вылечить от ковида в Алтайском крае. Женщина провела в госпитале почти месяц, там же успела отметить юбилей. Как сейчас чувствует себя крепкая пенсионерка, расскажет Ирина Корчагина. Анализы сюда в карточку вам вклеила. Все замечательно. ЭКГ тоже хорошее. Сатурация 98, все спокойно. И этому человеку 95 лет. Мария Холодкова – один из самых возрастных пациентов в крае, да и, наверное, в мире, который поборол коронавирус. За всю историю пандемии. 50% поражения легких, двусторонняя пневмония. В больнице Мария Матвеевна провела почти месяц. Там же встретила свой 95-й день рождения. И я, значит, не вхожу в какую-то там печаль или что-то. У меня, значит, там, как началось, демонстрации были. Маша, запивай. И, значит, я как запевала, значит, и вот так песня у меня до сих пор, значит, в моей душе. Четыре сына, семь внуков и десять правнуков. Она старшая по подъезду, разносит квитанции в ясном уме. Конечно, дожить до такого почтенного возраста Марии Холодковой помогли не только песни. У меня тренажер. Я, значит, хожу по дорожке. Молодец. Делаю гимнастику утром небольшую. Это просто сложившийся образ жизни у пациента. Согласно вот обследованиям и наблюдениям участкового врача, она в очень хорошей форме, в хорошем состоянии. Дай бог нам всем так выглядеть, как бы, в ее возрасте. Сейчас Мария Матвеевна проходит углубленную диспансеризацию, которая положена всем жителям региона с постковидным синдромом. Пациенты проходят общие анализы, биохимию, ЭКГ, спирографию. Марии Холодковой в свои 95 повезло победить коварную болезнь и выжить. А ведь иногда в реанимацию попадают у тех, кому нет и 30 лет. Поэтому сейчас, спустя полгода после выписки, Мария Матвеевна прошла вакцинацию от коронавируса, к чему призвала и своих родственников. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, по данным российской газеты, жители страны стали чаще покупать лекарства. А мы сегодня решили выяснить, какие пользуются популярностью у барнаульцев. Казалось, что спрос вырос не только на противовирусные антибиотики, дефицита которых, к слову, сейчас нет, но и на другие препараты. Дефицита нет. А вот цены стабильные, не меняются, не повышаются. Естественно, они растут. Нет, цены не выросли. Цены на прежнем уровне. Витамины, пробиотики для укрепления иммунитета препараты. Ну, вот большим спросом сейчас, конечно, стали спрашивать. По данным российской газеты, в августе в ряде аптек спрос на витамины. Препараты, восстанавливающие кишечную флору, в сравнению с июлем, вырос в два раза. Эти лекарства чаще стали бронировать и через интернет. Причем немного повысилась стоимость популярного витамина Д3. О росте цен на другие информации нет. Продолжим. Вместо автомобиля премиум-класса – груда металла. Житель Барнаула пострадал из-за тщательного досмотра его машины на казахстанской таможне. По его оценке, только одна покраска теперь обойдется ему в 150 тысяч рублей. Кто ответит за порчу и законен ли такой вид досмотра – в сюжете Софии Яценко. С этой стороны видно, прям разломано. Значит, разобрали часть эту, здесь непонятно, да что. Разбитая лобовое, содранная обшивка и погнутый капот. На этом серебристом «Мерседесе» найти живое место теперь невозможно. Еще недавно автомобиль был в хорошем состоянии, пока хозяин не решил перегнать его из Киргизии на свою малую родину – в Барнаул. Здесь, если посмотреть зеркально на багажник, то он весь помятый. То есть детали испорчены. Причем испортили машину, по словам Ивана, именно в Казахстане. Рентгеном там не обошлись. Проверка прошла по-крупному. Кроме порчи от рук таможенников, на автомобиле множественные царапины от лап животных. Самого хозяина на досмотре не было. Авто перегонял наемный водитель. Они регламентировали это водителю, опять же, после этого всего зверства. Водитель уже умолял, говорит, ну не курочьте, не ломайте дальше. Я буду сам, говорит, ну может быть разбирать. Они говорят, они ему сказали, нам некогда тебя ждать, парень. Ты что, не знаешь, как мы разбираем автомобиль? В том-то и дело, что вы ломаете сейчас все человеку, мне как в глаза потом смотреть. По словам Ивана, акт досмотра он так и не увидел. Зато увидел состояние автомобиля и уже подсчитывает расходы на его ремонт. Вот только кто его будет оплачивать? Пожалуй, этот вопрос мужчину интересует больше всего. На это четко, прямо регламентированная процедура существует в гражданском кодексе, где сказано, что грузополучатель должен обратиться к перевозчику с претензией. И именно на перевозчика возлагается обязанность по доказыванию отсутствия его вины. То есть даже если предположить, что повреждение автомобиля произошло по вине третьих лиц, не будем указывать каких, именно перевозчик должен их найти и, например, в порядке регресса потом предъявить им исковые требования. Однако название компании, которая занималась перевозкой его авто, хозяин не называет. И водителя пострадавший тоже не винит. Считает, что виноваты сотрудники, которые провели такой серьезный досмотр. Действительно, у таможенников есть право проводить даже вот такой жесткий, назовем его, досмотр, если у них появились какие-то основания предполагать, что, ну, по вот видео, очевидно, искали наркотики. Это было видно, потому что была собака. Соответственно, откуда у них такие подозрения появились? Имели право. В компанию перевозок хозяину испорченной машины обратиться все же придется. По закону ответственные должны возместить ущерб в полном объеме. Но только при условии, если у пострадавшего есть соответствующие документы и договор о перевозке. Ну, а пока авто продолжит стоять на стоянке и ждать ремонта. София Яценко, Данил Захаров и Александр Антропов. День с толком. Добро пожаловать в театр. Руководство «Новой сказки» теперь смело может говорить это и людям с ограниченными возможностями. При строительстве зданий учли в том числе их интересы. Оценить изменения маломобильные смогли уже в минувшие выходные. В театре «Кукол» показывали Денискины рассказы и репку. Ирина Яковенко – активная и энергичная мама троих детей. И это при том, что после аварии женщина давно передвигается на коляске. Но активности и желанию бывать в самых разных местах это не мешает. Правда, далеко не каждое место, в том числе театр, приспособлено под визиты маломобильных. Теперь Ирина сможет вместе с детьми, младше три года, бывать в сказке. Мы пришли в театр, в который очень давно хотелось с ними начать ходить. Кукольный театр. Мне хочется, чтобы они развивались и учились смотреть театр. Прямо на входе люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться кнопками вызова администратора, который их встретит и поможет добраться до лифта. Мы и сами рады, что наш зритель, неважно, ограниченные возможности или же неограниченные, то, что он к нам приходит, так как мы хотим, чтобы наше новое здание было комфортно для любого зрителя. Мы идем к тому, что наконец-то и в нашем городе начали уже уделять этому внимание. Правильно сделали, что и пандус, он достаточно пологий, но это уже, знаете, элементарные вещи, чтобы просто подняться в здание. Слава богу, есть доступная туалетная комната. К слову, таких помещений нет в большинстве торговых центров. Есть они и далеко не в каждом театре, но в новой сказке учли все пожелания. Так что любую театральную постановку здесь теперь может посмотреть каждый, независимо от возраста и мобильности. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Одно из старейших зданий Камня-Наби, входящее в список наследия ЮНЕСКО, заросло деревьями. Информация такого рода недавно появилась в СМИ, и это на волне возросшего интереса к сохранению памятников архитектуры. Так в каком состоянии действительно находятся здания и будут ли его реставрировать, выясняла Анастасия Болотина. Особняк купца Адриана Винокурова – памятник архитектуры регионального значения. По данным некоторых экспертов, в начале 20 века это было самое интересное сооружение Западно-Сибирской провинции. Это здание находится здесь с 1906 года, и с того момента оно чудом дожило до наших дней. Раньше здесь располагался технологический народный университет, школа, техникум, а также центр имени Рериха. Капитального ремонта у здания еще не было. Правда, оказалось, что деревья на территории уже вырубили, и в список ЮНЕСКО этот памятник никогда и не входил. Но то, что здание разваливается, видно невооруженным глазом. Кровля крыши обвалилась, обрушив межэтажные перекрытия и пол. Но власти уверяют – хотят подарить памятнику вторую жизнь. Составлена проектно-сметная документация. Экспертиза Алтайского края получила положительная оценка. Поэтому мы сейчас ждем, как решится вопрос об инвестиции этого мероприятия. Мы готовы проплатить свою долю муниципалитет, чтобы все-таки восстановить. Ну, конечно, нуждается в ремонте здания, в реконструкции, в ремонте. Мы ждем, надеемся, что в ближайшее время что-то изменится. Потому что здание на самом деле уникальное. Часть помещений здания занимает Крывеческий музей, художественная школа и пожарная часть. Арендует здесь площади и местные предприниматели. Некоторые, кстати, проводили частичный ремонт за свой счет. Но весь особняк им не осилить. Проведение этих работ предписано собственнику охранным обязательствам. К нами был сделан запрос о намерениях собственника по исполнению требований охранного обязательства. Собственник подготовил полностью весь пакет документов. Этот пакет документов мы уже отсмотрели. И он направлен в Министерство культуры на включение этого объекта в краевую адресную инвестиционную программу. Пока в планах отремонтировать крышу, которая находится в аварийном состоянии. В дальнейшем восстановить все здание. Правда, о точных сроках реставрации говорить пока рано. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. Сильнейшие дзюдоисты Алтайского края сошлись на Барнаульском татаме в рамках первенства региона. Победители турнира в составе сборной края отправятся в Иркутск на первенство Сибири. Спортивная жизнь кипит из-за пределами региона. С подробностями Дмитрий Дроздов. В минувшие выходные на базе Краевого училища Олимпийского резерва состоялось первенство Алтайского края под дзюдо среди спортсменов до 18 и 21 года. Всего в Барнаул приехало порядка 170 спортсменов. И каждый заряжен на победу. Но фаворита выделить было крайне сложно. По итогу двух дней больше всего золотых медалей выиграли дзюдоисты из Барнаула, Бейска и Благовещенска. Совсем скоро из победителей будут формировать сборную края, которая и отправится защищать наш регион на сибирском уровне. От единоборств и татами перемещаемся на футбол и зеленый газон. Футболисты Динамо Барнаул на выезде проиграли оба матча. 1-2 уступили Челябинску, а Уралу 2 и вовсе 1-4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Белоголубых Александр Суровцев вновь сетует на судейство. По его словам, уже пятый матч арбитр матча свистит в одну сторону. И пару слов о мировом футболе с Барнаульской ноткой. Сборная России продолжает свое выступление в отборочных матчах чемпионата мира. На встречу против Кипра в стартовом составе вышел воспитанник Барнаульского футбола Александр Ерохин. И уже на шестой минуте забил гол за сборную России. В любом случае, чем быстрее, тем забьешь, тем, наверное, чуть-чуть, может, психологически легче будет. Но, тем не менее, и киприоты моментами атаковали, мы, наверное, где-то слабину давали в первом тайме. А тем временем хоккеисты Динамо Алтай отправились на выезд в Красноярск, чтобы с 7 и 8 сентября сыграть два контрольных матча против местной команды. А уже через неделю для барнаульских хоккеистов стартует новый сезон. Также матчами против красноярских рысей. И мы надеемся, что серия выездных неудач наших команд больше не повторится. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы завтра. В это же время спасибо, что остаетесь с нами. Ну, а далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи!